Депутаты фракции Нур-Отан предложили сделать послабление для проблемных заемщиков. Рекомендации по защите их прав Аманжал Жамалов озвучил в своем депутатском запросе. По всем видам кредитов на 90-й день просрочки по платежу не начислять штрафы, предложил депутат. Не отбирать единственное жилье в счет погашения долгов у многодетных семей и дать право должнику самому продать свое жилье или залоговое имущество. На сегодня ставки МФО по таким займам составляют 20-30% от суммы выданного микрокредита. Несложные расчеты показывают, что годовая эффективность ставка вознаграждения превышает 1000%. Это не финансирование, это уже грабеж. Поэтому необходимо привести ставки вознаграждения по микрозаймам к регулируемым банковским ставкам вознаграждений. О беспределе микрокредитования напомнил и депутат Юрий Ли. Ли в своем запросе попросил разобраться в продаже долгов, где не учитываются права и интересы должников. Дело в том, что кредиторы продают просроченные займы коллекторским агентствам за бесценок. При этом непонятно, каким образом происходит ценообразование и как учитывается стоимость обеспечения по залоговым займам. По словам Ли, казахстанцы жалуются на сотрудников МФО, которые убеждали их оплачивать микрозаймы на свои карты, минуя официального кредитора.